Всем болельщикам праздничный салют от команды. В день Конституции Республики Татарстан поклонникам хоккея «Шайбой» предлагается специальный спектакль на льду Татнефтьарены. Очередной матч чемпионата континентальной хоккейной лиги между Казанским Акбарсом и Торпедо из Нижнего Новгорода. Для команды «Зенклыбель-Лединого» это будет первая игра после дальневосточного выезда. И эта игра будет особенной. Особенной уже только потому, что Акбарсу придется играть без Иржи Секача и Роба Клингханера. Эти хоккеисты уже отбыли в расположении своих национальных сборных. Еще пятерка отправляется играть за сборные сразу после сегодняшнего матча. Но это дело будущего. А пока стоит сосредоточиться на составе, который сегодня будет сформирован тренерским штабом. Конечно, особого выбора на данный момент нет. Скамейка запасных в Акбарсе не самая длинная в лиге. Значит, все зависит от сбалансированного распределения резервы. Итак, в защите сегодня сыграют Захарчук, Токранов, Марков, Ярулин, Батыршин, Сидоров, Охтома. В нападении Свитов сыграет с Архиповым и Обуховым. Много пропустил Дмитрий Обухов в этом сезоне. И сегодня у него будет шанс напомнить о себе и тренером, и болельщиком. Оранжевая тройка нападений не претерпела реконструкции. Федор Малыхин будет работать с Артемом Лукояновым и Никитой Яськовым. Красное звено нападения. Отъезд Клингхаммера заставил отрядить к Ткачеву и Галиеву Глухова. Михаил – солдат универсальный, так что сработается с любыми партнерами. Наибольшему изменению подверглась звено Антона Ланда. Сегодня у шведа два новых крайних – Антон Глинкин и Ярослав Косов. Так решили тренеры, и вечером мы увидим результат вынужденной ротации состава. Защищать ворот Агварса сегодня будет Эмиль Гарипов. 6 ноября еще и личный праздник для защитника-легионера Агварса Ате Охтома – день рождения. После раскатки Ате рассказал, что первыми его поздравили сегодня жена и дочка. Они проживают в Казани вместе с Ате. И это, сказал финский легионер, здорово помогает вдали от родины. Сегодня Агварс будет играть в сильно измененном составе. Как он увидит игру с торпедо, был вопрос. Да, конечно, все эти изменения не плановые, и нам будет трудно сегодня. Но мы ведь для того и профессионалы, чтобы с честью выходить из любых трудных ситуаций. Ответил Ате Охтом. Также мы поинтересовались, как его предыдущие команды играли в день рождения. Прямого ответа на этот вопрос мы не услышали. Но Ате выразил надежду, что сегодня ничто и никто не испортит ему и партнерам настроение. Команда будет делать все, чтобы победить. Что ж, уже скоро. Агварс торпедо на льду так нефть-арены. Начало в 17 часов по казанскому времени. Айда на хоккей, ребята. Все комментарии после игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok